Строительство дорог и увеличение зарплат. Лишь малая часть вопросов, с которыми уральцы обращаются к депутату Государственной Думы. Зелимхан Муцоев провел прием избирателей и посетил несколько праздничных концертов в Первоуральске. Подробнее Екатерина Сердитых. В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» Зелимхан Муцоев проводит личный прием граждан. Среди обратившихся сотрудник Уральского авиационного поисково-спасательного центра рассказывает, в их структуре глобальная нехватка кадров. Из-за очень неправильной оценки условий труда, на сегодняшний день зарплаты спасателей, которые являются парашютистами, десантниками, зарплатам в 19-20 тысяч рублей на руки, люди уходят. Парашютистов? Да. Зелимхан Муцоев обещает прояснить ситуацию. Одно могу сказать точно, что без внимания это не останется. Спасибо. За что? За попытками решить вопрос. Депутат Шалинского района Элина Лепшеева приехала на прием, чтобы выразить благодарность за содействие в строительстве дороги между поселками Колпаковка и Элим. Работы начались в феврале и ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Их стоимость – почти миллиард рублей. Очень довольны, очень, вот передавали огромный, прямо вот огромное спасибо, поклон, потому что, знаете, сколько лет мы длились, правда, и все это об стену. То есть никаких движений вообще не было. Вот я сама лично с 21-го года с этой дорогой, вот осенью у нас началось вот это вот движение на дороге строительства. Она не прекращается и зимой. В рамках визита на Урал депутат Государственной Думы посещает праздничные концерты в Первоуральске. В преддверии Международного женского дня Зелимхан Муцоев поздравляет всех жительниц города. Дорогие женщины, хочу вас поздравить с наступающим женским днем, пожелать вам счастья, здоровья, любви. Любите и будьте любимыми. И, конечно, самое главное – достатка в семье. Много-много детских улыбок дома. И чтобы мир был бы над вами. Счастья, здоровья и удачи. Одна из гостей праздничного концерта – Марина Соколова. Она жила в доме, с которого, благодаря Зелимхану Муцоеву, в нашем городе началась программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. 20 лет назад мы жили на Хромбике, в доме под сносом. Снос нам обещали лет 20 до этого. А Зелимхан Олегович принял какие-то меры. И мы все получили новые дома, новые квартиры в новых домах. И просто с благодарностью всегда его вспоминаем. Очень много полезного и нужного делает для нашего города. Первоуральск – активный участник федеральных программ. За последние пять лет по ним проведено комплексное благоустройство дворов и общественных территорий. Строятся школы, открываются центры «Точка роста». Модернизируются и строятся значимые для города коммунальные, спортивные и медицинские объекты. Молодым семьям выделяются субсидии на приобретение жилья. В планах на этот год провести ремонты в школах, поликлиниках, приобрести новый транспорт для медиков и начать финансирование проекта строительства ледовой арены. Екатерина Сердитых, Денис Хромцов, Новости Первоуральск.